друзья день добрый такое видео обзор как бы не мог не сделать все купил и решил записать это у нас шуруповерт точнее два фактических электрических один подбит у другой как дрель оба электрические оба на аккумуляторах давайте мы сразу их распакуем просто уже снял упаковку что просто покажу внутри чтобы для вас не было для меня не было это самого сюрприза вот что мне понравилось первое что скажу это то что она идет в сумке и сразу на таких вот прикольных ножках то есть даже если поставить грязь на что-то мокрое масляное там где краска что-то еще она не испачкаться это сделали классно сделано сша это на любителя сумка удобно смотрите сразу она вот так вот раскрывается видите вот еще раз покажу ну вот дайте мелочи приятно то есть devolt молодцы сделали внутри знаете я привык тому что все на запаковано как-то скотчем что-то еще нет здесь сделали все просто по-американски положили сверху зарядку смотрите аккумуляторы просто вот таких вот но не тяжелые я вам реально скажу что они тяжелые они 20 вольтовые 2 ампер часа он такой он весомый честно он весит не хиленько брала 20 вольтовый я не знаю напишите в комментариях может немножко вы не согласны но я как электрик понимаю что чем больше чем больше вольт чем тем ниже ток соответственно как бы лучше получается что при большой нагрузке 20 вольтовый должен работать чуть более эффективнее чем грубо говоря 12 вот у нас под биты он у нас есть два варианта там было которая покупал это чуть чуть дешевле чуть чуть дороже смотрите такой набор грубо говоря чуть чуть меньше 200 канадских долларов если перевести это в американские доллары это где-то получается наверное в районе 150 приблизительно если в гривнах это около 4000 гривен приблизительно то есть 2000 гривен за каждый вариант защелкиваться типично для devolt а просто с подсветкой с реверсом и wearable speed то есть чуть-чуть здесь они поставили три варианта три скорости был чуть-чуть дешевле на 40 долларов вариант когда вот без этих скоростей там без чего-то еще то есть если мы ставим на третью максимум достаточно быстро вращает и смотрите аж руку передал то есть он наш от инерции то есть мощно здесь если честно говоря дурная ну и стандартный держатель для бит бит здесь нет комплект я вам показать не смогу но сделали это неплохо подсветка здесь автоматическая она не регулируется в отличие от второго смотрите вот на второй вариант здесь у нас за этим мощный первая скорость и вторая еще быстрее вот если вы посмотрите на меня вот смотрите у меня волос нет я вам показал но дует реально дует сделали классно и он знаете он такой тяжеленький то есть в этом вопросе сделали они капитально и смотрите еще три варианта подсветки вот сделай пожалуйста вот здесь чтобы было видно вот вот такой вот вариант тут может не крутить написано что 20 минут он светит вот через 20 минут выключается режим половины подсветки и вообще такой слабенький потом он естественно автоматически переключается то есть здесь у нас есть wearable speed то есть как она по-русски звучит то есть не вариант нажал запустилась на полную а можно регулировать скорость я вам скажу что достаточно мощный даже на маленькой скорости я он очень мощный то здесь видно стоит электронный блок блок и они написали брашис лес motor то есть получается что у нас в этом моторе еще так нет я предполагаю что здесь какой-то синистер стоит что-то еще я не разбирал но мощность у нас сохраняется независимо от оборотов то есть вот она как улица с этой скоростью даже если зажимаю он вращается с этой же скоростью то есть независимо от нагрузки в этом вопросе сделали здорово положили еще в комплекте для меня вот таких вот зала таких подкрепления я так понимаю это вот сюда вот наверное это так да вот когда можно его я даже вскрывать не буду я пока эти не пользуюсь вставляется вот сюда на винтик и вы можете шуруповерт просто повесить себе на карман в этом вопросе сделали удобно и неплохо в это просто давайте подведем итог того видео которые сняли фактически за 200 канадских долларов не проходит 2 сразу в комплекте достаточно мощных с подсветкой один из них знаете вот что мне еще тоже понравилось здесь подсветка идет снизу а вот там где биты идет сразу три светодиода которые освещают в принципе все в этом вопросе конечно вы знаете я на практике могу вам сказать что это более удобно и то есть когда освещение идет со всех сторон с какой бы стороны не смотрел потому что это ближе к шуруповерт и он в руке держится в моей руке достаточно удобно сделали неплохо что сделали три вот максимальная скорость на первой ступени и он короткий знаете при ремонте бытовой техники это важно потому что если мы сравним видите фактически длину то чем короче шуруповерт тем удобнее им обычно куда-то подлазить потому что например собирается мебель бы какая-то техника она как раз очень часто вот так вот заморачиваешь и ну то есть вот это расстояние чем она меньше тем удобнее работать как есть такие инструменты в точении плане приборы которым без разницы вообще где это происходит там вот так вот закрутил и все но когда нужно подлазить и подразить чем короче тем лучше вот знаете последнее что мне понравилось в блоке питания они сделали я не знаю мне этот вариант не очень понравился на светит всегда только красной лампочкой оно либо моргает красный либо светится но есть еще и конечно и показали что если слишком или горячо или холодно то есть он или замерзли перегрелся то есть оно когда моргает она заряжается когда на горит он заряжен и рано светится красным у меня ассоциация что если она зарядилась обязательно хотя бы цветится хотя бы зелененьким уж у меня в дешевом китайском с шуруповерти. Пока заряжается красным, перестало заряжаться, оно загорается зелененьким. Здесь светится красным всегда. Я считаю, что это неудобно. Аккумулятор, кстати, оставляется довольно-таки просто. Все. Есть вариант исполнения. Сразу на стену нужно повесить. Что? Ну, как бы, если это, например, в какой-то мастерской, то сделали это довольно-таки неплохо. Все, друзья. Я надеюсь, что это было в видео вам полезно. По крайней мере, вы увидели обзор. Сейчас я покажу его марку. Это у нас модель вот она. DCK 283D2. Ну, короче говоря, вот так вот делали. И он 20-вольтовый. Что я считаю, неплохо, потому что сохраняется мощность при самых высоких нагрузках, которые есть. Есть, конечно, варианты подороже. Это типа Milwaukee или что-нибудь еще. Но для бытового пользования никогда, например, гипсокартон не крутится 8 часов в сутки, 5 дней в неделю, то покупать что-то дороже, я имею в виду там Hilti или Milwaukee, я не вижу смысла. Поэтому достаточно или DeWalt, или Makita в этом вопросе. Все. Больше всем благословений, удачи, точнее успехов в выборе и хорошего дня. Пока!